Привет всем, кто покупает дорогую одежду, думает, что потом сэкономит на еде. Меня зовут Женя Петрова, и прямо сейчас я приобрела самое ценное, что может быть в жизни. Тебя, моя дорогая подруга, рада нашей встрече, ведь теперь целый час мы будем заниматься любимым делом – сплетничать. А это значит только одно – мы начинаем с самой девичьей шпильки-чарт. Настало время открыть секреты. Дорогая шпилька, ты помнишь, о чем мы договаривались? Правильно, сейчас рядом с тобой не могут находиться мужчины. Они в нашем расписании только тогда, когда мы не обсуждаем все самое главное и приятное. Конечно же, нас самих. Сегодня мы говорим только о девушках, о наших радостях, любви, мечтах, а также о депрессиях, заморочках и, конечно же, о перепадах настроения. Кто-то может сказать, что мы просто ветреные и толком ни о чем не думаем. Но мы не виноваты. Мы подстраиваемся под свою голову и не перечим ей. Командует психовать – плачем. А если ее кто-то поцелует – радуемся. По-моему, все просто. Подруга, наверняка ты, будучи маленькой девочкой, прыгала через скакалку и не представляла себе, каким будет твое далекое, непременно счастливое будущее. Да я и девочкой себя не совсем ощущала. Заплетут косичку – хорошо, оденут в кепку и шорты – тоже окей. Главное – бегать по улице и быть на свободе. Разве что собирать цветы постоянно тянула, а это явно не мужская работа. Но вот по-настоящему поняла, что я девочкой и стала этим гордиться, когда один дядя пропустил меня в магазине вперед и сказал – прошу, мадам. Оказалось, быть слабым полом безумно приятно. Главное, чтобы мужчины не забывали о манерах. Если ты забыла о том, что через час у тебя свидание, значит в эфире Шпильки Чарт. А меня зовут Женя Петрова. Наверняка ты, девочка моя, согласишься, что все девушки считают себя умными, ну, по крайней мере, неглупыми. Не зря понятие «умная блондинка» сейчас очень популярно. А кто его вообще придумал? Неужели брюнетки, которые осознали, что их соперницы все-таки что-то соображают? Вряд ли. Это сами блондинки, и нужно отдать им должное, ведь додумались до такого. А что ты на меня смотришь? Я вне закона, я шатенка. Помнишь, девочка моя, нас всегда учили, что самое главное – любить саму себя. Тогда это пузатое, капризное существо с косичками полюбит и остальные. Но сейчас некоторые девушки любят себя слишком сильно. Они с такой любовью делают себе огромные силиконовые губы и грудь, и все остальное, что это выглядит смешно. А если вдуматься, сколько все это стоит, хочется караул кричать. Нет, любить себя нужно обязательно, но только такую, какая ты есть. Натуральную. В эфире МТВ и самые девичьи шпильки чат. Меня зовут Женя Петрова. Продолжаем делиться настроением и мыслями. Подруга, ты когда-нибудь хотела стать мальчиком? Вот я нет. Ведь тогда, с самого детства, пришлось бы учиться быть сильным, таскать тяжести, получать двойки в школе, драться за гаражами. С 14 лет врать, что уже не девственник. Фу. Тем более, когда понимаешь, что все это мальчики делают ради нас, прекрасных дам. Понимаешь, что девочке быть идеальный расклад. Это я все к чему. Получается, что мы какие-то совершенные существа. И меня это устраивает. Ты, дорогая моя, хоть и совершенное существо, но иногда можешь начать думать, что ты, мягко говоря, не совсем идеальна. Чаще всего это связано с тем, что по бокам вдруг начинают вываливаться лишние килограммы. Но откуда, думаешь ты, неужели много ешь? Всего-то глоток росы тут, глоток росы там, кусок селедки, банку вареной сгущенки, до мяса маленько, до салатика, до творожка. Без сыра никак. Есть торт? Отчего бы и не торта. Всего ничего вообще-то. Скорее всего, это от нервов. Поэтому о своей неидеальности лучше и не начинать думать. Вредно для здоровья. Помни, ты прекрасна. Когда ты, подруга, воспитываешь в себя настоящую женщину, не обязательно следовать всем советам своей мамы. Или еще хуже, бабушке. Иначе ты всегда будешь пилить своего мужчину за все грехи. И даже за те, которые он не совершал. Превращаться в зануду тебе вряд ли хочется, правда? Значит, и поступай по-умному. Желательно даже весело. Меньше обращай внимание на бытовые проблемы и поверь, тебя будут считать не просто настоящей женщиной, но еще и самой лучшей. Если на время ты перестала переживать, что тебе нечего надеть, значит, в эфире Шпильки Чарт. С тобой я, Женя Петрова. Нам, Шпилькам, иногда, чтобы чувствовать себя женственными, приходится очень стараться. В толстовке, джинсах и кроссовках чаще чувствуешь себя пацанкой, а не леди. Поэтому различные примочки и напоминания о нашем происхождении должны быть под рукой всегда. Каблуки, платье, косметика и внутренний шарм – вот и все колдовство, которое превращает Золушку в настоящую принцессу. Тут главное не пропустить своего принца. За что я люблю нас, девочек, так это за то, что мы умеем чувствовать. Нет, конечно, все это могут делать, но мы подходим к делу с душой ответственно. Если мужчина говорит «я люблю тебя», то женщина говорит «я к тебе неравнодушна, у меня к тебе есть какие-то чувства». После таких слов как минимум становится интересно, а то сказал «люблю» и все, так неинтересно. И вообще этим мужчинам всегда нужен секс. Когда мы говорим, что хотим внимания, они говорят «внимание, сейчас будет секс». Так и приходится жить, мириться с этим сексом. Ты смотришь MTV и самый мимимишный шпильки чарт. Меня зовут Женя Петрова. Я думаю, что у нас, дорогих и любимых, есть один недостаток и достоинство одновременно – это переживание. Мы постоянно переживаем по поводу учебы, не потекла ли тушь, сколько ты весишь, почему он не звонит, что должен быть мир во всем мире. Это, конечно, мешает жить, но проявляет нас как существ добрых и с большим сердцем. А плюс этого всего в том, что эмоции счастья можно пережить в сильнейшей мере. Ведь он все-таки звонит, ты худеешь и люди живут дружно. А быть счастливой – это главный талант. Дорогая моя, ты наверняка знаешь, что грация, легкость, тонкий ум и красота, миловидность и хороший вкус – вот что дает нам право называть себя прекрасным полом. Почему же многие девушки этим не пользуются? Итак, призываю всех сутулых и неуверенных в себе срочно выровнять спину. Видите, сколько пользы? Во-первых, ты станешь выше, а во-вторых, у тебя увеличивается главное. Так что природа дала нам не так мало, как иногда кажется. Пользуйтесь на здоровье! Дорогая шпилька, помни, что совершенно неважно, маленькая ты или высокая, худощавая или пышка, блондинка или рыжая, главное в душе ты всегда должна оставаться настоящей принцессой. Ведь каждая из нас неповторима и прекрасна, а об этом нужно помнить и любить себя. Это обязательно. Жаль, но пришло время нашего расставания. Надеюсь, что эта семидневная пауза пробежит незаметно. Не скучай! С тобой была Женя Петрова. Увидимся на НТВ и помни, подруга, ты лучшая! Субтитры создавал DimaTorzok